Всем привет, друзья! С вами Вулан, ваш краник The Finals. И это у нас экстренное видео, потому что вчера на стриме мы уже поднялись в золото и стали замечать, что люди очень метко стреляют. Конкретно это было, по-моему, в последней катке, но не суть. Мы изначально подумали, что это читеры, но какие-то странные, как-то они и убиваться могли, и в принципе точки мы у них забирали, но все равно что-то здесь было не так. И спасибо одному из зрителей, который скинул мне потом в комментариях ссылку на одно очень интересное видео. И все стало на свои места. На самом деле, по факту, это не читеры, а конченые абузеры. В данный момент у тебя на экране вы видите приложение, с которым они, собственно, и занимаются этим самым абузерством. По факту, чтобы вы просто понимали, что происходит, они эмулируют все движения клавиатуры с мышью, как с джойстика, и, соответственно, к ним подрубается айм-ассист. Это объясняет то, почему эти ребяты стреляют практически без промаха. Разумеется, я не призываю вас пользоваться этой ерундой, я создаю это видео для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Мало того, что у нас и так читеров полно в игре, так еще ПКшники умудрились забузить их айм-ассист в своих целях. Я практически на 100% уверен, что все топовые игроки, если, конечно, не пользуются читами, но, по крайней мере, обудят эту ерунду. Чтобы вы понимали, что это из себя представляет, я зайду сейчас в практику и на мишеньках покажу, как это выглядит. Разумеется, я ни за что не пойду в мультиплеер, используя такое преимущество. Итак, вот мы на площадке. В данный момент, как вы видите, у меня все как обычно. Клава с мышью и обычная стрельба. Достаточно косая, конечно, но что поделать, какая есть. То есть, все, что есть, это вот у нас, пожалуйста, есть. Стреляем как можем, как говорится. Прорываемся в рейтинг своими силами. А сейчас, в данный момент, я включу это самое приложение. Вот мы включаем эту ерунду. У нас подрубается как будто эмулированный джойстик. То бишь, геймпад. И при сочетании одной клавиши, ну, точнее, не сочетании клавиши, а нажатии одной клавиши, у нас активируется как раз-таки режим геймпада. И теперь, вуаля, вы могли заметить, что все клавиши у меня поменялись на соньковские, на удивление. На самом деле, в этом приложении, как я понял, там можно по-разному забивать. И от Xbox, и от Sony, PlayStation, и от Nintendo, от чего угодно. Но факт заключается в том, что в данный момент, как видите, все клавиши у меня эмулируются, как будто джойстик. Соответственно, игра видит не клавиатуру с мышью, а джойстик. Но при этом я продолжаю двигать. Вот вы слышите, что я нажимаю на клавиши клавиатуры. А теперь покажу вам приколюху. Допустим, вот я беру в виду прицел влево мышью. А он пошел вправо за целью. А им ассист работает. На мышке. Вот, пожалуйста, он просто контролит цель. Вот я сейчас введу за ней немножко, и а им ассист помогает мне это. Это просто жесть, ребят. А им ассист просто уменьшает отдачу практически до нуля. Потому что, ну, разумеется, консольщикам надо как-то контролировать отдачу тоже. Поэтому у них, ну, не то, чтобы паттерн другой. Если зайти... Вот видите, я сейчас нажимаю shift, ускоряюсь. И приложение начинает, ну, тупить. Она начинает мне менять постоянно на клавиатурное. Ну, потому что я не настраивал, я ускорение не настраивал на клавиши. Поэтому у меня здесь в данный момент настроены самые простые функции. То есть ходьба, прыжок и стрельба. Больше тут ничего нет. Потому что, ну, я не собираюсь с этим играть. Но показать я вам должен был. Потому что, ну, это просто капец. То есть, вот у нас паттерн стрельбы без отдачи на, разумеется, эмулированном джойстике. Хотя я стреляю с мышки этого. Вот у нас паттерн, если я отключу, видите, появился уже такой же самый. Но, если я пытаюсь его контролить мышью своей, ну, это достаточно сложно. Приходится, ну, мышью ворочать прям очень сильно. А если я активирую уже геймпад, ну, хотя бы эмулированный геймпад, то контролировать уже можно спрей практически в точку. Но это, опять же, без аим-ассиста. Потому что аим-ассист подрубается только тогда, когда прицел видит цель перед собой. А, соответственно, когда мы видим перед собой цель, у нас начинает персонаж просто... Ну, вот я сейчас мышку даже не трогаю. То есть мои руки подняты, у меня только хожу клавиатурой, и у меня прицел ведется за целью. И это просто жесть. Вот так вот эти ребята стреляют. И там 100% практически весь топ такой. Ну, потому что это нереально так хорошо стрелять, как вот мы видели буквально вот на вчерашнем стриме. Я понимаю, что да, есть люди, которые, ну, играют гораздо лучше меня, но не настолько, чтобы это меняло паттерн оружия. При этом играем мы, разумеется, ну, с ПК. В общем, ребят, такие дела. Я призываю вас распространить это видео и, может быть, свои видео наснимать, чтобы разработчики что-то с этим сделали. Потому что, ну, с такой ерундой играть будет просто невозможно. Потому что мало того, что читеров целая гора, так еще и простые нечестные ПКшники умудряются получать преимущество от консольной примочки, которая просто служит помощью для них. Хотя мы знаем такие игры, как Warzone, в которой она чуть ли не легальный чит. Но все-таки вот это, извините меня, ну, это занадтое. Стрелять практически в точку, ну, и при этом вести цель, ну, это вообще жесть. Причем неважно, ходите вы или стоите, это все работает. Это ужас. Я очень сильно надеюсь, что вам не понравилось это видео. Ну, точнее, понравилось это видео, но не понравилось то, что я вам показал. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые игры и стримы. И играйте, ребят, честно. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok